Добрый день, уважаемые коллеги и гости. Я хочу рассказать о проблеме прейм-экспрессирующих опухолевых заболеваний и о том, как её можно разрешить. Белок прейм – это раково-тостикулярный белок, который спонтанно активен при многих онкологических заболеваниях. И, как показывают экспериментальные данные, наличие этого белка значительно усиливает основные свойства опухоли и придаёт самой опухоли такие возможности, как метастазирование, увеличивает резистентность к химиопрепаратам, усугубляет генетическую нестабильность и, в целом, связано с улучшением прогноза. Однако прейм является иммуногенным белком, и это открывает возможность для терапии прейм-экспрессирующих опухолевых клеток. Но вот такой маленький белок, не имеющий ферментативного центра, всё же представляет собой очень серьёзную проблему, так как практически при всех онкологических заболеваниях наличие его значительно снижает время выживаемости больных и связано с значительной химиорезистентностью. Более того, эта проблема актуальна в связи с тем, что прейм-экспрессируется чрезвычайно часто, и если сопоставить данные литературы, о его распространении в опухолях с общим количеством больных в России, то почти у каждого второго больного он может быть активен. Таким образом, нужно искать и находить пути решения этой проблемы и снижения его способности усиливать опухолевые свойства. Но, к счастью для исследователей, активность прейма хоть и наблюдается в нормальных клетках, но ограничена очень незначительным числом нормальных тканей, сами по себе которые изолированные. И таким образом, возможность таргетного воздействия на прейм-экспрессирующую клетку может быть, с одной стороны, как эффективной, так и безопасной в целом для человека. Но нужно только разработать эти пути таргетного воздействия. И они открываются из свойств белка прейм. Так, например, прейм входит в состав комплекса убиквитинлигазы и способен распознавать белки-субстраты и убиквитинировать их. И как мы знаем, убиквитинированные белки являются мишенью для протеосом, который распознает их, связывает и расщепляет. И мы предположили, что именно убиквитинирование некоторых, хоть и неизвестных пока белков в клетке человека, может быть связано с увеличением ее резистентности к химиопрепаратам. И в целом именно это отражается на ухудшении прогноза заболевания. И, следовательно, необходим процесс убиквитинирования прекратить. А прекратить могут ингибиторы протеосом, такие, как, например, известный протезомиб. Более того, эффективность протезомиба уже проявилась в клинике при лечении больных множественной меломой. Раньше, когда данный препарат еще не был включен в линии терапии данного заболевания, прогноз у премиэкспрессирующих больных множественной меломой также был значительно хуже по сравнению с премиэнегативными больными. Но в эпоху, когда протезомиб был внедрен, их прогноз стал сопоставим с прогнозом премиэнегативных больных. Мы предположили испытать протезомиб в наклеечной модели, премиэкспрессирующей опухоли меланомы линии А875. И сначала мы определили чувствительность этой линии к химиопрепаратам, к ряду химиопрепаратов. И определив концентрацию, достаточно для ингибирования 50% клеток, мы использовали те же химиопрепараты в сочетании с нетоксичными дозами бортезомиба. И оказалось, что бортезомиб обладает синергичным эффектом с химиопрепаратами и позволяет использовать значительно меньшие дозировки для достижения такого же эффекта. Однако при рассмотрении PREIM низкоэкспрессирующей линии колоректального рака HCT116, мы увидели, что бортезомиб в целом не обладает синергичным эффектом с другими химиопрепаратами. И мы можем объяснить это тем, что в клетках, по сути, отсутствует мишень для подобного воздействия. Таким образом, бортезомиб особых преимуществ не даёт при терапии PREIM негативных опухолей в сочетании с другими химиопрепаратами. И это означает, что в целом выбранный подход эффективен в основном при PREIM гиперэкспрессирующих опухолях, что, однако, неплохо, поскольку это очень широко распространённый феномен и может пригодиться в будущем. Однако существуют и другие возможности терапии, которые следуют также из свойств PREIM. Многие авторы, в том числе и мы, показали, что PREIM – это один из немногих раково-тостикулярных белков, который представлен также и на поверхности опухолевой клетки, не только внутри неё. И в этом случае PREIM, как и другие белки, опухоль специфичные, может быть мишенью для разработки таргетной иммунотерапии. Прежде всего, разработки специальных антител, которые распознает этот белок. Антитела – это очень гибкий инструмент, который позволяет, с одной стороны, либо привлечь молекулу системы комплимента к опухолевой клетке, что приведёт к её лизису, либо быть специальными доставщиками радиопрепаратов или токсинов в клетке, либо даже привлекать киллерные клетки к опухолевой, что в целом существенно будет для её гибели. И мы предполагаем, что у данного подхода есть большое будущее. Мы при поддержке финансирования от Министерства образования и науки разработали ряд антител, которые распознаёт PREIM. Большинство из этих антител эффективно связывается с поверхностью опухолевой клетки. Но более того, оказалось, что некоторые из этих антител способны сами по себе ингибировать рост PREIM экспрессирующих опухолевых клеток, причём как солидных опухолей, так и онкогематологических опухолей. И самые многообещающие антитела были выбраны нами как кандидаты для последующего изменения, превращения из мышиных антител в химерные и гуманизированные. И у нас уже есть результаты исследования химерных антител из представленных вариантов. И согласно измерениям на клетчатом анализаторе Xelligence, эти антитела химерные успешно ингибируют рост PREIM экспрессирующей линии HT29. И в дальнейшем мы предполагаем их гуманизировать и провести исследования для внедрения их в клиническую практику. В заключении я бы хотел сказать, что будет совершенно справедливо отметить, что данные подходы приведут к так называемому редактированию опухоли, к уничтожению прежде всего PREIM экспрессирующих компонентов и клеток опухоли. Однако эти клетки представляют собой наибольшую опасность для больного, так как отличаются наибольшей злокачественностью. И многие PREIM экспрессирующие клетки являются также стволовой клеткой опухоли. Именно поэтому мы рассчитываем, что данный подход по терапии именно PREIM экспрессирующих опухоли клеток должен быть использован в современных исследованиях и в современном лечении. Но что касается остальных PREIM негативных клеток, то они обладают гораздо большей чувствительностью к современным химиопрепаратам, и их излечение будет даваться гораздо дешевле и проще. Таким образом, мы частично решили проблему PREIM опосредованной резистентности опухолевых клеток и опухолей, и надеемся, что сможем довести до конца наши испытания по разработке таргетных препаратов, прежде всего антител. Большое спасибо за внимание. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Скажите, пожалуйста, а вот Вы предположили несколько механизмов действия антител в Ваших экспериментах в культуре, за счет чего антитела подавляли рост клеток? На самом деле, у нас сейчас нет готового ответа на этот вопрос, потому что мы пока не можем сказать все же, почему так происходит, но предполагаем, что это может быть связано с, возможно, ингибированием сигнального пути NFKPB. Дело в том, что белок PREIM в значительной степени гомологичен с белками толподобных рецепторов, и мы предполагаем, что он находится на поверхности опухолевой клетки именно в комплексе с этими белками. И, как мы знаем, толподобные рецепторы активируют NFKPB-сигнальный путь, а активность этого пути значима в выживаемости опухолевых клеток. И, возможно, антитело перекрывает связывание белка PREIM с чем-то, пока мы не знаем с чем, что в целом снижает эффективность передачи сигнала по NFKPB-сигнальному пути. И, возможно, именно это снижает жизнеспособность опухолевых клеток. То есть вы предполагаете, что в культуре есть леганды толподобных рецепторов, которые стимулируют калиферацию клеток инвитра? В данном случае легандом может быть даже сам белок PREIM. Спасибо. Еще есть вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а всегда ли это белок PREIM является на поверхности этого клетка? А если не всегда, то в каком проценте случаев? Согласно нашим данным, он выявляется всегда, практически при любом уровне экспрессии PREIM в клетке. Даже если белок присутствует в совсем незначительных количествах, то он по каким-то причинам находится на поверхности. С другой стороны, что его наличие может быть как-то связано с фазами клетчатого цикла, поскольку мы заметили, что есть некая пульсация действия этих антител, когда они оказывают наибольшую эффективность в одних фазах и, наоборот, наименьшую эффективность в других. Еще, пожалуйста, есть вопросы? Нет, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.